Приветствую вас. Давайте разберём ваш вопрос. Истощилась от отношений. Отношений пишете вы, но чувства присутствуют. Вроде хочу свободу уже и конца отношений, но моментами понимаю, что люблю человека и ощущаю постару при мыслях о разрыве. Что делать? Партнер меня тоже любит, но также очень истощился от этого всего. Я знаю, случаев нечувств, которые говорят, что это родная душа или мозг, который говорит, что я страдаю от этого. Спасибо. Ну, во-первых, мне кажется, что основная проблема здесь в восприятии. Вами как бы самих отношений, с одной стороны, и чувств. Дело в том, что чувства, ну вообще чувства, да? Вот. И отношения. Это не одно и то же. Ну вот вообще. То есть это, на мой взгляд, ну как бы родная вещь. Вот. По крайней мере, мне так это видится. И у вас, судя по тому, что вы пишете, по большому счёту, это одно и то же. По крайней мере, по крайней мере, по крайней мере, по крайней мере. Каким образом? О чем я говорю? Я говорю в первую очередь о том, что отношения, как правило, это всегда про обязательства. В какой-то степени. Вот. Именно отношения. Отношения это про то, как должно быть. Отношения это про то, как... Чего я хочу. Чего я хочу. Как я хочу. Как я хочу себя. Проявить. Проявить. Человек. Сегодня. Как я хочу. Проявить. Себя. Человеком. Через. Минуту. Через секунду. Погнал. Ладно? То есть это немножко другое. Немножко другое. Но, как правило, люди это довольно часто смешивают, и в итоге получается не очень хорошая ситуация. Вот. Понимаете? Какая штука. Поэтому первое, на что бы я обратил ваше внимание, это на данный аспект. На аспект того, как именно вы проявляете себя с одной стороны в отношениях, с другой стороны, как вы проявляете себя в чувствах. И не нужно, как мне кажется, думать, что это одно и то же. Это не одно и то же. Вот. Может показаться, что это одно и то же, но нет. Это не одно, потому что это разные вещи. Вот. Поэтому здесь, в первую очередь, вам нужно обратить внимание на данный аспект. Это, собственно говоря, важно. Следующее. Вы говорите, что истощились от этих отношений. Ну, давайте мы с вами несколько поисследуем. А от чего конкретно вы истощаетесь? от чего конкретно, что конкретно вытягивает из вас силы, соки и так далее. Наверное, наверное, что-то такое у вас есть. И вот мне кажется, что на это вам и нужно бы обратить свое внимание. Что-то отнимает у вас силы, но вы как будто бы этого не замечаете. Что-то отнимает у вас ресурсы, но вы как будто бы продолжаете с этим, что называется, мириться. А ведь это, вообще говоря, очень тяжело, да и не нужно совсем. И, наверное, где-то в глубине души вы сами понимаете, что себя насилуете, что себя заставляете и так далее. Вот и получается, что отношение за одно, а через какое-то другое. так было не всегда и когда-то, я думаю, вы чувствовали, что отношения и ваши чувства к человеку совпадают. Так было когда-то, наверное, в начале отношений. Но по мере того, как отношения развивались, вот, возникали трудности. И вы все больше и больше скорее всего от себя откликались. Вы скорее всего все больше и больше от себя отдалялись. что больше и больше вы на передний план ставили, собственно говоря, сами отношения. Путь с чем и связаны ваши проблем. Вот. Понимаете? Да? Какая штука здесь? Другой вопрос. Другой вопрос. С чем связаны эти изменения? То есть, как они связаны, эти изменения? Опять же. Вот. То есть, вы начали бояться одиночества. Вы начали опасаться того, что одна не справитесь. Ну, например, вы слишком-слишком привязались к человеку. Да? Вообще, привязка к человеку – это нормально. Мы все привязываемся к людям. Но важно понимать, что в данном случае вполне возможно речь идёт о том, что вы испытываете привязку слишком сильно. Она слишком сильно, эта привязка влияет на вашу личность. Вот может быть такая история. Вот когда, когда вы слишком, например, к человеку привязали, или когда начали считать, что слишком много завис от вас, или когда начали отдавать глаз на свою жизнь, собственно, своему партнёру, или когда начали действовать по отношению к нему, к нему не из, допустим, своих желаний. Да? Потому что должны. То есть, там стало-встало вот в какой-то степени труднее говорить ему «нет» или вообще вы перестали ему говорить «нет». «нет». Ну вот начались как раз таки ваши трудности, к сожалению. Вот, собственно, на этом и нужно заострить вам своё внимание. Как мне, опять же, кажется прямо, что понятно, что могут быть и другие причины. Но пока что мне видится вот глобально ситуация скорее такой. И скорее пока она мне видится. Пока что. То есть я, конечно, деталей всех могу не знать. Да и сейчас я не могу этих деталей знать. Мне кажется, что важнее всё же обратить ваше внимание на определённые вещи, которые бы вы могли для себя как-то увидеть. Следующий момент, на который мне бы хотелось обратить ваше внимание, это то, что вы говорите про родного человека. Ну вообще, вот что такое родной человек? Родной человек, в узком смысле слова, это человек, который нам является родственником. Да? То есть это кровный родственник. Бывает родной человек, конечно же, бывает родной человек и психологически. Так тоже было. Но психологически родной человек так же как бы может в какой-то степени подразделяться на несколько значений. Например, родной человек скажет, что я без него, без этого человека вообще не мыслю в своей жизни. Или родной человек, с которым у меня как бы идеальное отношение в том смысле, что я могу в этих отношениях быть собой. Вот как бы родственность человека, я бы сказал, она как раз и проявляется в том, что я могу быть самим собой. Я могу быть собой настоящим. Я могу не играть роль. Да? Вот. Поэтому, что такое для вас родной человек? И не путайте вы, не путайте ли вы здесь момент родственности с тем, что вы сильно привязаны к человеку. Это очень важно дифференцировать. Потому что если этого не сделать, то могут быть серьезные проблемы и серьезные могут быть последствия, в том числе и для вас. Вот те истории, с которыми вы сталкиваетесь. Сталкиваетесь. Сейчас, да, те истории, с которыми вы сталкиваетесь. Эта история как раз про это. Про то, что вы путаете несколько аспектов здесь, к сожалению. И соответственно вам, ну как бы, тяжело вам, болезненно вам, неприятно. Вот. Поэтому мне кажется, что с родным, с родным человеком в отношениях вряд ли вы бы истощали. Вот. Что бы я здесь еще бы озвучил, да? Ну вот. Практически. 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 Я бы начал с того, чтобы посмотреть, что вас истощает. Конкретно. От чего вы истощает. Скорее всего, это что-то, чего вы, по вашему мнению, делать не можете. То есть это то, что вы, иными словами, должны делать. Вот. Ну, тут как бы, идея в том, на мой взгляд, что это уже в какой-то степени не свобода, к сожалению. Так. Я имею в виду вашу несвободу. И, соответственно, если это ваша несвобода, это вас, скорее всего, и стегосит. Вот. Дальше. Вы говорите «пустота» появляется, когда я думаю о том, чтобы отношения завершить. Что здесь? Невозможность опереться на себя. Да? То есть я не могу увидеть себя, не могу увидеть, какая я без этого человека. Я не могу видеть, какая я сама по себе. И вот, соответственно, вам необходимо задать этот вопрос, ну, еще раз себе, самой. И у себя самой спросить, так, а какая же я без него. Пустота – это, по большому счету, вытеснение. То есть мы вытесняем какие-то вещи. Вот. Когда чувствуем пустоту, вам нужно попытаться увидеть, что вы в данном случае вытесняете. Потому что что-то вы вытесняете совершенно определенно. Что-то вы вытесняете совершенно точно, но что, чтобы сказать, сложно. Да? То есть, по большому счету, к сожалению, вы переживаете сейчас момент, когда отношения ваши стали больше, чем вы. Переросли вас в нехорошем смысле этого слова. Когда уже не вы управляете отношениями. Не от вас зависят отношения, а вы зависят от отношений. Вот. Такое бывает, когда люди, ну, вот, какое-то время находятся вместе. Вот. Это неприятно, это больно, но в таком случае это нужно все же признать. Вот. Поэтому, когда вы пишите, что, вот, например, а, значит, ну, случат лечивство или, а, вот, собственно, мозг, который говорит, что я, что я, там, от этого страдаю. Ну, давайте просто вот разберемся, от чего вы страдаете. Вот. И, соответственно, ситуацию можно исправить. Не обязательно расставаться, чтобы быть счастливым. Я даже более сейчас скажу, что, эээ, расставание и завершение отношений не решит ваша проблема. Потому что вы каким-то образом, образом, оказались в такой ситуации. Вы оказались в ситуации, когда вы чувствуете себя так, как чувствуете себя сейчас. И это не случайно. Вот. Поэтому завершение отношений ваше поведение не изменит, не повлияет на него. Вот. А скорее даже наоборот. Может еще больше усугубить. Потому что, когда вы расстанетесь с своим молодым человеком, ну, или если вы расстанетесь с своим молодым человеком, то появится такая потребность. Эээ, компенсироваться. Вот. Понимать план. Вот. И, эээ, компенсация потребует от вас, эээ, других действий, эээ, которые приведут вас туда же. По большому счету. Вот. На этом все. Буду благодарен за обратную связь по моему ответу. Это позволит вам начать работу над собой. Желаю вам всего самого доброго и удачи. До свидания. А. Продолжение следует...